Бело-красно-белые цвета одежды, исторический флаг и транспарант в руках – это главные атрибуты протестующих в Беларуси. Против них власти страны развернули полномасштабную войну. Итак, пятое место в нашем субъективном топе самых абсурдных административных дел – суд против Андрея Дражина из города Иваново. В марте этого года его судили вот за такую адресную табличку – белую с красной полосой. Милиция посчитала, что таким образом хозяин дома, внимание, проводит одиночный пикет. Находясь по месту жительства, вывесил на фасад своего дома для публичной демонстрации на всеобщее беспрепятственное обозрение незарегистрированный в Республике Беларусь бело-красно-белый флаг в виде трафаретной таблички. К слову, бело-красно-белый флаг и тем более сочетания этих цветов официально в Беларуси не запрещены. Впрочем, это не помешало суде оштрафовать владельца дома на 40 базовых величин. Это чуть больше 400 долларов. С выбором букета в Беларуси тоже стоит быть крайне осторожным. На четвертом месте приговор Елене Винокуровой из Новополоцка. Женщине пришло заплатить почти 350 долларов штрафа за цветы, которые она несла дочери на день рождения. Несложно догадаться, какого цвета был букет. Любовь Старлай из Гродно и вовсе провела сутки за решеткой и получила крупный штраф за штаны с бело-красно-белыми лампасами. Девушку задержали в январе по дороге от кафе к ее машине. Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом. То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать? Популярный повод для задержания в Беларуси и бело-красно-белые носки. В марте силовики задержали за них сразу несколько человек, якобы они этими самыми носками пикетировали. Даже еда в Беларуси не осталась вне политики. Осенью прошлого года суд оштрафовал пенсионерку из Жодина за демонстрацию бело-красно-белой пастилы на акции протеста. Да, это так она выражает протест зефиркой, заявил капитан милиции Евгений Симашко, комментируя в суде фотографии из акции. И, наконец, первое место – пикет с помощью коробки от телевизора. Весной этого года внимание силовиков привлек балкон 27-летнего Андрея Пархоменко из Минска. Парня задержали и составили протокол. В нем читаем. В неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона. В итоге минчанина осудили на 15 суток ареста. Злоключения молодого человека продолжились и в изоляторе. В Жодино наставили на растяжки и били по щиколоткам, после чего появились гематомы. Били и по почкам. Но это было лайтово, чтобы синяков не оставалось. Делали они все это в профилактических целях. Впрочем, правовой абсурд в Беларуси не ограничивается лишь административным кодексом правонарушений. Пример тому – один из самых масштабных уголовных процессов – так называемое дело хороводов. Речь о событиях сентября прошлого года, когда в центре Бреста сотни людей пели песни и водили хороводы. Хотя у следствия иная версия. Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта. Создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. Всего по делу проходит более 70 человек. Несколько десятков обвиняемых уже услышали приговоры. От одного года ограничения свободы до одного года и восьми месяцев тюрьмы. Это многим кажется несправедливым, многим кажется абсурдным. Ну и нам в том числе. Но тем не менее, пока ситуация такова, поэтому мы принимаем ее с гордостью, с достоинством. Сразу несколько человек в Беларуси получили сроки за комментарии в сети. Так Дмитрий Чахута из Минска отбывает наказание сроком 2 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника милиции Владислава Шукайла. В одном из телеграм-каналов под изображением силовика он написал всего два слова. Позывной дрыщ. Меня поражает, как силовики, так называемые, обижаются на какие-либо оскорбления. Они пытали людей массово, а человек пишет им в комментариях, извините, ты, ну не важно, обзывает. Но это никак не уголовное преступление. И, пожалуй, одно из самых абсурдных дел последнего года – уголовное преследование за отказ сдавать квартиру помощницы прокурора Алине Касьянчик. Касьянчик известна в стране своим участием в ряде громких политических дел. Именно она выступала гособвинителем в судебном процессе против журналисток Белсата. Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой за стрим с акцией протеста. В итоге девушек осудили на два года тюрьмы. И вот владельца квартиры, где жила Касьянчик, предложила ей съехать. Та согласилась, договор расторгли по согласию сторон. Но вскоре против хозяйки жилья возбудили уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан. В итоге Ольгу Синелеву осудили на два года ограничения свободы. По словам правозащитников, закон в Беларуси больше не работает. А происходящее в стране они называют правовым беспределом. То есть он как? Он работает в одном порядке. В отношении политзаключенных ничего не добьешься. Ни в суде, ни с жалобами в прокуратуру, никуда. Но в отношении сотрудников милиции за любой толчок, за любую царапину людям дают по 5-6 лет экологию. За год после президентских выборов белорусская судебная система не вынесла ни одного оправдательного приговора по делам о протестах. А вот силовики остаются вне поля зрения белорусского правосудия. Ни одного уголовного дела за насилие и пытки в отношении мирных протестующих не было возбуждено.